В общем, сегодня у нас 11 июля 2018 года, 13 часов 47 минут, сейчас почти 48, здесь уже практически загружается, загрузилось мое видео, вот, я в моем эйлинге, в общем, завтракаю, я такая завтракаю, тут рассказываю, прям рассказываю про то, как, в принципе, про эйлинг, как делали ремонт, в принципе, что, у меня все документы, у меня даже есть копия, копия паспорта, знаете, я заключила вообще договор на ремонт, ко мне вот приехал Денис с Дмитрием в мае, в мае 2017 года, вот, я с ними заключила договор, что они будут делать ремонт фасада, покраску фасада, снимут сайдинг, покрасят мне крышу, вот, мы с ними лично втроем ездили в строительный магазин за краской, цвета фуксистости, вот, там определенный цвет мне нужен был, цвета фуксистости, фиолетовый, мы очень съездили, сначала им сапог дала, говорю, мне вот такая краска, как сапог надо, как я двери заказывала, велоостров, на комендантский, вот это вот фиолетово, понимаете, вот это вот все не могут забыть эту дверь, которую я поставила на две квартиры, на мою и на соседскую, 93-ю, понимаете, вот эта дверь, цвета фуксистости, с фиолетовой, с золотой ручкой, я тоже когда-то приходила, знаете, вот поставила, ну, я сняла квартиру на Дебуновской, понимаете, такая красотень, таких дверей я вообще никогда не видела, понимаете, вот этот вот, вот этот вот цвет, эта золотая ручка, вот эти замки, понимаете, потом вот демонтировали, привезли мне сюда эти ребята, в общем, говорю, а нет, я съездила на комендантский, заказала, чтобы демонтировали, у меня мужчины приехали, демонтировали, поставили в мою квартиру, потом уже Дима мне привез, когда ту дверь фиолетовую демонтировал, в общем, вот так, вот, а так невероятной красоты, вот эти вот двери, я, в принципе, решила, что какой-то вот такой красивый мне надо фасад, когда я решила, что я, мне надо красиво, я решила сделать ремонт, снять сайдинг, ну и, конечно, покрасить, покрасить очень красиво, вот, о чем я тут рассказывала на том видео, что заключила я договор с Денисом, с Денисом Костином, вот, Денис мне, я с ними заключила договор, он мне даже свой паспорт сразу отдал, я даже не знаю, у меня его паспорт лежал, наверное, не знаю, неделю, две или сколько, потом, думаю, а что у меня паспорт лежит, я отдам ему обратно, зачем мне паспорт отдал, ксерокопия, у меня есть ксерокопия его паспорта, вот, Вообще договоры с ними заключила. Вот они у меня прошлое лето и работали. Ну, как-то я, Дениси, как-то, поскольку, знаете, вот все там, Дима в основном лазил по верхам, вы знаете, он так все по верхам, по крыше, еще помогали. Еще брат, к сожалению, знаете, вот, как там, еще помогали их знакомые, тут ребята. Фотографии я уже выкладывала, посмотрите ниже, там, эти фотографии ремонта Эллинга я выкладывала на мою страницу. У меня есть фотографии, но, к сожалению, всех ребят по имени я не запомнила. У меня вообще как-то, я так могу, как-то по именам, как-то не очень. Вот. А так, как бы, Дима сказал, что это его брат, в общем, там тоже по верхам, его брат помогал тоже. Потом еще ребята помогали, вот ландшафтный дизайн вот делали, тоже там пара ребят помогали, потом там, в общем, приезжало несколько человек тоже, они здесь вот щебень раскидывали тоже, ну, за денежку. Понимаете, у меня все записано, понимаете, они мне, как говорится, я им говорила, что мне вот это надо сделать. Вот столько, они говорят, вот столько будет стоить. Я такой, хорошо. Они делали, я расписочку, за такую-то работу, они с меня взяли такую-то денежку. Ну и все, я им детюшку, расписочку, все, дебет-кредит, у меня все записано, я вам все покажу. Вот, так что, а как вы думаете, понимаете, там, в принципе, огромные деньги я потратила, там это щебень за свои деньги купила, и все это раскидали мне за мои деньги. Там 20 кубов земли тоже ребята раскидали тоже за мои личные деньги, я наняла этих людей, я им заплатила деньги, я им очень благодарна. Вот, на самом деле. Также и комендантский, мне вот, вы посмотрите там, ну, сейчас на этих страницах не совсем видно, а вот те страницы, которые до были, как мне комендантский, как мне накрасил. Ну, Василий Валерьянович, я ему дала бумажку. Какие стенки мне в какой цвет покрасить на комендантской в моей квартире, 32, 1, 92. Вот, там на бумажке было написано, такая-то комната, такие-то цвета, потом такая-то комната, такие-то цвета, кухня, такие-то цвета, коридор и так далее. Я купила колера, купила колера, сказала, что остальные колера нужно докупить, спросила, сколько это будет стоить. Вот, Василий Валерьянович сказал, что найдут людей, которые сделают, вот. Вот, сколько это будет стоить, вот. И, в общем, они мне сделали, когда я приехала, пол, а, говорю, пол, понимаете, этот потолок тоже, знаете, потолок там какой-то там, желтый, в общем, пол красный, вот эти стенки все в разных цветах. В общем, на самом деле, когда, когда там, прошлого лета, в общем, я все это написала на бумажке. В общем, и сделали, они очень быстро это сделали, потом я приехала, и, честно говоря, сама даже квартиру не узнала. Мою квартиру. За счет цвета. Это совершенно, вот этот пол, вот эти стенки. В общем, это было совершенно удивительно. Это было совершенно удивительно в этих красивых цветах, эта квартира. Ну, у меня есть фотографии, как бы, фотографии моей квартиры. Ну, вот. Ну, потом, как говорится, вы же поняли, да, как там это. Потом я, конечно, все поняла. Потом я все поняла, как говорится. И уже со временем я решила это в белый цвет покрасить. Диму, Дима сдала квартиру, Димитрию Егорову за покраску. Говорю, Дима, нужно все в белый, в общем, в белый цвет все это покрасить. Как говорил Дима, особенно в средней комнате, я, говорит, красила, плакал. Честно говоря, когда я ему сказала, что нужно в белый цвет, на самой было очень, очень жалко. А, вот видео, видео сейчас загружаю, смотрите, 13 часов 53 минуты, 11.07.2018, нажимаю, опубликовать, опубликовать, и оно еще туда будет загружаться. Вы меня поняли, да? Вот, он говорит, короче говоря, и мне тоже жалко было. Но, как бы, вот еще хотела белоостров, думаю, еще белоостров надо белым этим закрасить, а потом думаю, нет, это нужно как-то, в общем, это все. А так почему, понимаете, вот эта вот красота и вообще, там, этот счетчик, ну, видели, там, наверное, кто смотрит на мои страницы, мои какие-то видео, в общем, счетчик я там ездила менять. Вы обратите внимание, там, ну, сейчас на моей странице, там, если кто там, там, ну, всего-то, у меня что, два, два френда, и, как у тебя, кто-то убавился, кто-то из каких-то, теперь 10 у меня. Что-то как-то куда-то делся один френд, невидимый куда-то делся, сейчас у меня 10 френдов. Но вот эти два человека, которые у меня во френдах, они могут на мою страницу вниз-вниз-вниз это посмотреть, я так понимаю. Там, понимаете, и счетчик я меняла, понимаете, вот, который был, совершенно не знаю, когда там поставлен, вот, на новый. Вот, конечно, когда все это я поняла, и вот эти стенки, вот этот красный пол, и вот это все, знаете, как там, я скажу вам метафорично, в общем, как они там ломились. То есть, а, нет, в общем, да, все требовала, там, это соседка, там, этого, мамаша Павла, там, какие-то, там, божьи коровки, или что-то там такое, вот эти, около кнопки лифта, это потом, там, это, закрасил Василий Владимирович это все. В общем, или я там, знаете, провела, там, я там золотую краску закрашивала, в общем, там, они от меня требовали, там, требовали каких-то божьих коровок, там, еще что-то какое-то, понимаете, вот это вот, офигеть сразу, как называется. В общем, конечно, знаете, так годы, знаете, так это прошли годы, в общем, хочу, знаете, столько информации, столько нужно рассказать, как там, я вот на самом деле, как там, в принципе, я, вот, когда Василий приехал ко мне в мае, в мае 9-го он приехал, 16-го года, потом, в принципе, как-то плодотворно, мы с ним с сентября работали, он почти каждый день ко мне приезжал, я вообще ему правду рассказала. В принципе, он говорит, что я там никому, ну, понимаете, он, конечно, это как-то записал, там люди знают, ну, понимаете, я, честно говоря, даже вот это вот понять не могу. Я, в принципе, ему, почему я ему рассказала, вообще, в принципе, какую-то такую информацию я ему рассказала, чтобы он донес это вот до, понимаете, вот до людей, понимаете, вот почему я это все рассказала, понимаете, почему я вообще ему рассказала и правду рассказала, чтобы он это как-то, в общем, чтобы это было известно. Иначе бы я особо не сказала, а смысл какой, понимаете? В общем, вот так вот. Но теперь мне приходится, наверное, теперь это мне на видео нужно говорить, поскольку как-то там, как-то очень все это странно. Или получается, что он это там донес, да кого-то там рассказал, а люди посчитали, что это как бы там они, честно говоря, вот это не совсем поняла. Поэтому, наверное, мне теперь придется все то же самое рассказать это на камеру и показать. Поскольку, в принципе, я ему рассказывала, ну, такое, ну, в основном все, что я говорила, я как говорю, говорю, да, может, послушай, там еще что-то, говорю, так можно записать. Я вообще не возражаю, в принципе, потому что я всегда говорю что-то такое, что я бы и так бы сказала, понимаете? Я бы это и так сказала, вот. Поэтому там какая-то такая определенная информация, это я к чему это? Я к тому, что я ему рассказывала очень многое, там был Ричард, который, в общем, путался там, как я называю, в штанах был невыездным, ездил там, на общественном транспорте, на частном этом.